Всем привет! Я очень рада приветствовать вас в своей онлайн школе визажа. И если вы еще не знаете, о чем идет речь и не видели ни одного видео, созданного мной на эту тему, то нажимайте сюда, здесь будет ссылка на плейлист, в котором будут уже абсолютно все видео, которые были созданы на этот момент, на эту тематику. Приятного вам просмотра и если у вас будут какие-то вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях. Всем привет! Сегодня у нас будет с вами второе занятие и мы будем тренироваться в технике растушевки. У меня это занятие было вчера и, честно вам сказать, оно прошло довольно странно. Я не ожидала такого занятия и, собственно, сейчас вы поймете, что я имею в виду. Потому что для тренировки в технике растушевки вам понадобится обычный карандаш, желательно мягкий, как минимум 4Б или 5Б. И также обычный лист бумаги А4. Вчера практически на протяжении всего урока мы тренировались и рисовали вот такие вот штуки. Я потом чуть поближе это покажу. Как я поняла, то это упражнение очень важно для того, чтобы прочувствовать карандаш в руке. Насколько сильно мне нужно надавить на него, например, чтобы создать четкую линию, или насколько мягко мне нужно с ним работать для того, чтобы создать какие-то полутени или какой-то определенный градиент. В карандашной технике это очень важно, потому что у вас здесь не будет растушевочных кисточек, и нужно, чтобы ваша рука идеально чувствовала карандаш. И для того, чтобы сразу не мазать грязь на лице, такая техника вам хотя бы немножко, но поможет в технике растушевки. Сейчас я вам покажу этот рисунок поближе и немножко расскажу, что к чему и как это, собственно, рисовать. Как вы видите, начинается у меня все с очень четкой линией, которая постепенно-постепенно сходит на нет. И идеальный вид растушевки должен быть от всех краев к центру и сходить постепенно на нет. Это, честно говоря, была моя первая проба нарисовать что-то подобное. Я не ходила ни в художественные школы, ни на какие кружки по рисованию, поэтому, грубо говоря, я первый раз в жизни взяла в руки вот такой вот мягкий карандаш и попробовала создать что-то подобное. Надеюсь, вам понятны принципы, о которых я рассказывала. И сейчас я с вами постараюсь нарисовать вот эту вот штуку заново на обычном чистом листе бумаги. Первое, что нам нужно сделать, это вот такие вот две волнистые линии. Они могут быть абсолютно любого размера, это не важно, но они должны быть симметричными. На этом этапе вы можете использовать резинку и исправлять какие-то неточности. Когда вы будете приступать именно к растушевке, то резинку применять уже нельзя. И первое, что мне нравится делать, это зачищать вот такую вот неровную линию. То есть вы максимально надавливаете на карандаш и создаете максимально ровную линию. Насколько она у вас может получиться идеальной, настолько вы ее и пытаетесь делать. Теперь мы, собственно, и будем тренировать саму технику растушевки. Особых каких-то правил здесь нет. Желательно держать карандаш подальше от основания, для того, чтобы не сильно давить на грифель. Тогда ваши штрихи получатся более мягкими, что, собственно, нам и нужно. Особой техники в этом виде растушевки не существует. Вы должны понять, как вам удобнее это делать. Некоторые рисуют маленькие штрихи и таким образом заполняют всю область. Кто-то сразу рисует довольно объемные, большие штрихи. Вы должны понять, как у вас лежит рука к этому делу и как вам удобнее. Мне удобнее рисовать небольшие штрихи довольно легкой рукой и потом их соединять между собой. Также вы можете визуально определить границы вашей растушевки. Вот у меня это приблизительно будут вот такие границы. То есть вот это у меня должна быть самая темная часть. И здесь у меня она постепенно, постепенно должна повторять форму моей дуги и уходить на нет. Спасибо. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот приблизительно то, что у меня получилось. Конечно же, доводить до идеала эту картинку можно еще очень и очень долго, но я думаю, суть вы поняли. Я очень надеюсь, что вы попробуете эту технику дома, и у вас получится не хуже, а то и лучше, чем у меня. Ну вот и все. Надеюсь, вам понравился этот урок. Обязательно сообщите мне в комментариях, получилось ли у вас создать что-то подобное. У меня, конечно же, не идеальный вариант, я тоже только учусь, но в принципе на занятии меня преподаватель похвалила, сказала, что у меня очень даже неплохо получилось. И я надеюсь, что у вас тоже будет получаться не хуже. И это, в принципе, все. Вот такое вот было занятие. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить палец вверх. Если вы еще до сих пор не подписаны на мой канал, то это очень просто сделать. Кнопка вверху. До встречи в моих будущих уроках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok